Все, что мы делаем, это меняем сейчас свой тариф по категории, значительно меняем, по категории бюджет в связи с значительным увеличением стоимости газа. Для всех теплогенерирующих компаний одинаково, все покупают территорию Крым по одной и той же цене. Скажите, пожалуйста, почему для бюджетной организации вы предлагаете висеть цену именно в пределах его урога в полтора раза выше, чем в среднем по Украине? Мы не готовы сейчас ответить, как происходит на других городах и других теплосетях. Хорошо, теперь давайте сравним с теплосетью. Вы перебиваете. Да, говорите, пожалуйста. Я вас не перебивал, выставил. Объясняйте тогда. То есть мы сейчас не готовы ответить, как изменился тариф в других городах. Сравниваем с теплосетью, которая, как вы говорите, параллельно тоже пересматривает тариф. Находится в тех же условиях, в том же городе, при новых ценах на газ и электроэнергию. Разница в тарифе на 43% ваш тариф выше. При одинаковых условиях. Объясните, почему. Мы думаем, что теплосеть просто ошиблась и ошибочно сейчас согласовывают не те цифры. А есть представитель сейчас от исполкома? В пути. Задерживаемся, как сняли. Да, мы задерживаемся в пути. Денег, который поступает на предприятия, хватает, чтобы оплатить газ только на 70%. Это зовут и крут, потому что вы тратите газа на 30-40% больше из-за тарифа. Правильно. Вы используете дополнительный газ, покупаете его за эту тарифу. Это началось много. И он уходит для того, чтобы назеленела трава. Давайте траву опустим, мы же рамотные люди. Итоговые цифры, которые вы по итогу нам дали структуру тарифа, они уже не могут быть проанализированы. Это итог. А проанализировать можно текущий ваш расчет. Предоставьте исходные цифры. Исходных цифр не предоставлено. Эту информацию мы в полном объеме предоставляем регулятору, национальному регулятору. А я говорю, предоставьте нам. А информация для расчетов составила более 20 томов. Да пожалуйста, выложите на сайт. Какие? Выложите на сайт. Все 20 томов. Нам уже нечего скрывать. Дело в том, что нас не каким образом никто, никаким законодательным документом не обязует это сделать. Здесь есть вся информация. Вы хотите глубже, вам нужно показать структуру. Структура здесь есть. Вам нужен расчет. Приходите, задавайте вопросы. А выходим расчет. А приходите пожалуйста, вам покажут расчет. Вы предоставьте распубликуйте на сайт. Почему-то прозвучало, что якобы мое обращение не вовремя пришло. Нет, минутку. Ваши обращения всегда вовремя. За уважение. За уважение. За уважение повы не путай. Там был уже срок на первое число. Я привез их первое число. К сожалению, теперь это сразу и второе слово. Это умышлено. Я привез первое число. У вас на сайте написано первое. Вы пытаетесь дестабилизировать. Пожалуйста. На сайте. Прививайте, пожалуйста. На сайте написано. До первого сентября дестабилизируют. Когда мы две недели объявления держали у себя на сайте, вы могли нам обратиться к нам с обращениями, с вашими предложениями и замечаниями. И не было сейчас вот этого балагана, который мы здесь построили. Был бы конструктивный диалог. Громадская, которая была присутствующая на данном заходе, она вважает, что все-таки на официальном сайте, я поддерживаю думку громадской стороны, на официальном сайте этого предприятия мала быть оприлюднена дата, место и конкретный час проведения этих открытых обговорений. А навпаки, керівництво предприятия вважает, что открытое обговорение, воно полягает в том, чтобы оприлюднить информацию о том, что они пропозиции и зауважения забирают от споживающих. По сути, абсолютно случайно несколько человек попало на эти общественные слушания. То есть, если бы я не получил вчера ответ на свое обращение, никто бы вообще об этом не знал. Все, что касается противодействия поднятию тарифа, для них здесь стабилизация ситуации. Так как, если бы не было моего обращения, то не было бы вообще сегодняшних общественных слушаний. Они бы не собирались. Вы ввекуйте на сайте информации, о которой мы говорили, и мы сможем еще раз встретиться и обсудить. До свидания. Спасибо вам большое.